всем привет продолжаем рассматривать работы художников кредо 1700 год дерево темпера золото 32 на 43 перед нами иконописная копия гравюры авторства иоганна заделлера мастера конца 16 века из брюсселя он свою очередь выгравировал изображение по рисунку мартина девоса который считался одним из самых влиятельных художников ламандской школы живописи и графики указанного времени таким образом рассматриваемая икона представляет собой результат череды трансформаций она путешествовала из страны в страну меняя тип и технику изготовления практика копирования была популярна по всей западной и восточной христианской цивилизации гравюра стала самым главным способом распространения сюжетов и картин прославленных мастеров для широкого круга людей так манеры стиле техники сюжеты и образы преодолевали расстояние в тысячи километров взаимобогащая разные культуры и создавая единый стиль европейского искусства например сам мартин девоя учился у тентаретта одного из влиятельнейших художников венецианской школы которая творчески питала и греческих иконописцев работам девоса свойственны удлиненной пропорции позже в гравюры манера исполнения смягчилась прибрала больше округлости что отвечало вкусам начала 17 века критские мастера сделали из изображения икону как они называли на итальянский манер в кавычках это значит что заказчиками были католиками сюжет традиционен для западной ветви христианства кредо это католический символ веры система основных постулатов церкви которые образно представлены на данной картине достаточно типичная западноевропейская композиция и трактовка фигур сопровождающихся традиционными золотыми нимбами но вот такое описание к работе кредо 1700 год дерево темпер я нашел в интернете текст по книге великие музеи мира пока пока до свидания